По небу летит сфера с ярким световым шлейфом. Что делать? Такие сообщения этой ночью поступали в полицию и скорую помощь от жителей Израиля, Ливана, Турции и еще нескольких стран, где видели НЛО. Что это было, до сих пор неизвестно. Но местные СМИ сразу выдвинули несколько версий. Помимо классической вторжения инопланетян, среди них падение спутника, метеорита, а также последствия запуска российской баллистической ракеты. Василий Мальцев изучил загадочные кадры. И 10 секунд хватило, чтобы перестать верить собственным глазам. Сотни израильтян сначала обратились в полицию, а потом и в скорую помощь. Светящийся объект, словно почувствовав неладное, взорвался в воздушном пространстве Ливана. Марсиане пока землян не атакуют, но уже посеяли рознь среди ближневосточных специалистов, изучающих НЛО. Сообщения о неопознанном летающем объекте накануне поступали из Турции, Сирии, Ирана и Ордании, и Саудовской Аравии. Версий много, еще больше слухов. От упавшего спутника до испытаний химического оружия. Ко мне подбежала помощница и закричала, пойдем скорее, посмотри, там что-то похожее на НЛО. Я побежал смотреть и увидел только финал этого явления. Но сразу понял, что здесь нельзя говорить ни о метеоритах, ни о падающем спутнике. Пресс-служба армии обороны Израиля на всякий случай заявила, никаких военных учений или испытаний в этот загадочный вечер не проводилось. Ответственность за огненную спираль над Израилем готовы взять в Тегеране. Местное информагентство сегодня сообщило, НЛО был следствием национальных учений под кодовым названием «Рассвет». Подробности учений не разглашаются. Предположения о том, что речь идет о последствиях испытаний баллистической ракеты, подтверждают десятки видео, выложенных в интернете. Жители Китая наблюдали это явление в 2011-м. Схожий летательный объект не опознали в 2009-м норвежцы. И только сибиряки в 2010-м, увидев в небе огни, не потеряли самообладание. Капец! Слушай! Сегодня же прозвучало еще одно предположение. Речь идет о последствиях испытаний российской ракеты. Накануне вечером с полигона Капустин-Яр в Астраханской области была выпущена межконтинентальная баллистическая ракета «Тополь», поразившая условную цель на полигоне в Казахстане. В 2010-м году осенью в нашей стране также производились испытания баллистической ракеты «Булава» и аналогичные явления наблюдали жители Норвегии над своей территорией. Официального подтверждения связи между пуском «Тополя» и увиденным на Ближнем Востоке нет. Что касается полиции и скорой, то без работы они не остались. Ведь нашлись свидетели, которые не только разглядели объект, но и вышли с ним на связь. Василий Мальцев, Сергей Пашков, Вести. Ну и напомним еще раз в 22.30 по Москве, то есть уже через 2 часа, на нашем канале «Большой футбол». В прямом эфире Евро-2012 и первый матч.